Вы смотрите новости на седьмом канале. Мы продолжаем и 14 марта возобновится первенство России по футболу среди команд первого дивизиона. Краснодарский Енисей в этот день на новом манеже примет Ярославский шинник о том, как готова наша команда к второй части сезона и какие изменения произошли в ее составе. Мы поговорим прямо сейчас в студии. У нас в гостях старший тренер Енисей Алексей Ивахов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и мой первый вопрос это все-таки, как вы оцениваете готовность команды перед игрой? Я оцениваю готовность как хорошую и в ближайшее время первые матчи покажут, насколько основательно и качественно мы подготовились. А так в целом визуально все прошло у нас по плану. У нас было три сбора. Ввиду экономической составляющей мы маленько их подкорректировали. Два сбора мы провели в России. Один в Сочи первый, а другой сейчас, который проходит представительный сбор в Красноярске в нашем манеже. И один сбор мы участвовали в Кубке ФНЛ непосредственно в Турции. Но в составе команды произошли изменения, появился новичок, некоторые люди ушли. Вот расскажите об этом поподробнее. Ну, в этом межсезонье мы делали акцент прежде всего на то, чтобы укрепить нашу командную игру, прежде всего за счет качественной работы в учебно-тренировочном процессе. Поэтому у нас нет глобальных приобретений. Мы всего лишь взяли одного футболиста, Алексея Хрущева, и то мы взяли его пока в аренду на эти три месяца, для того, чтобы понять непосредственно, как говорится, в бою его сможет он помочь Енисею или нет. Вот в целом парень перспективный, и мы надеемся, что мы на правильном пути. Ну, и при этом мы троих футболистов молодых, наших перспективных, отдали в аренду для получения игровой практики. Потому что осталось у нас 13 игр. Ну, вот летом начинается реконструкция центрального стадиона. Вот сейчас уже решен вопрос, а где, на какой площадке будут вообще играть команды, тренироваться? Ну, насколько я знаю, вопрос решается. Единственный посыл с нашей стороны, и в частности с нашего тренерского административного штаба и футболистов, это чтобы были качественные и удобные условия непосредственно для наших уважаемых болельщиков, вот, ну и для футболистов, для того, чтобы они смогли дать зрелище и добиться нужного результата, чтобы, соответственно, поле было тоже хорошего качества. Вот основной посыл, а где мы будем принимать гостей, это уже решат наши учредители. Давайте пригласим зрителей, болельщиков. Когда ближайший матч и куда приходить? Уважаемые любители футбола, болельщики, приходите на первый матч. Могу обещать вам, что мы приложим все усилия для того, чтобы порадовать вас хорошей игрой и достичь нужного спортивного результата. Ждем вас. Спасибо вам большое, Алексей. Приходите к нам еще. Я напомню, что в нашей студии был старший тренер футбольного Енисея Алексей Вах. Продолжение следует...